Городские власти Город Адамтехнадзоров правит выписать вам штраф в размере 30 тысяч рублей. Но несмотря на это, некоторые жители города Видного продолжают парковать свои автомобили на газонах, не только портят таким образом зеленые насаждения, но и вызывая недовольство прохожих. Мне с младшей сестра неудобно, когда едем куда-нибудь, машины мешают проехать по тротуару, например. Видите, заставлено все. Все заставлено. Это очень плохо. Справа от меня находится проезжая часть. Не нарушая правил дорожного движения, я следую по пешеходной тропе. Однако неожиданно на моем пути возникает препятствие. Опять-таки незаконно припаркованное транспортное средство. И мне приходится спуститься на проезжую часть, подвергая таким образом свою жизнь опасности. Ситуация в современных городах России, вообще и в городе Видном в частности, такова, что места для растущего количества транспорта не хватает. Ведь в одной отдельно взятой семье зачастую бывает не один, а даже два, а в некоторых случаях три автомобиля. Мест не хватает. Ну и что? И что делать? А куда же их ставить? За город вывозить? Виноват застройщик. Застройщик виноват, конечно. Столько мест там. Вот мы два у нас места купленные, две машины. А у нас три. Внуку машину уже некуда ставить. Нету мест возле домов. Но сейчас как-то вот с этим уже получше стало. Мы вот живем полка 38, нас, слава богу, уже сделали. А раньше, да, мы парковались. А что делать было? Как бы других выходов не было. Парковались на газонах. Конечно, можно решить проблему локально, путем установки вот таких вот дополнительных заграждений. Но решить ли это проблему в общем? У нас поставили ограждающие столбики на тротуарах. Вот. Но не вокруг всего дома, а только лишь на тех местах, где к садику дорожка. Вот. Там перестали парковаться, а вокруг парковались, так и паркуются. Со слов жителей, ситуация в целом имеет положительную динамику. Помимо заградительных барьеров в городе появляются и дополнительные парковочные места. Однако не в таких количествах, как хотелось бы горожанам. Сейчас улучшается. Хотя есть нарушения, но сейчас уже меньше, так как оборудованы места.